Ну так вопрос именно в том и заключается, что это значит все для нас. Где мы будем дышать? Каким мы будем воздухом дышать? Разумеется, война никому не нужна. И немцам она нужна была в последнюю очередь. Иначе бы их танки были бы все готовы. Им пришлось сначала расконсервировать, чтобы отдать Украине. Да, нужно и свои армии восстанавливать. И немецкую, и польскую. И готовиться. Только эта ситуация была спровоцирована. Может быть и кем-то и была она спровоцирована, но... Зауши. К Москве. Под Киев, в Ирпене, в Бучу. Да и везде. И в Донецк, Порожье. Никто не тянет. А вот эти все заняи там имперские насчет. Это уже прошлый век. То есть мы живем уже... Сегодня по нормам и по правам человека. А то, что нормальный врач, он будет везде оставаться врачом. Где бы он не был, их единицы, да? Где бы он не был, их единицы, да? Как правило, да, это дельцы. Там и тут. Дело не в законах, а в людях. Даже не только в профессии врача. А и любых профессий. Если человек на своем, это чувствуется, что он не из-за денег работает. А это все. Такая и работа получается. И в конце концов и результат. Прибуха. Испобны ли вообще, там, кому не дай оружие, вон, афганцам дали оружие. Только они ничего не защищали, разбежались эти правительства. Способны ли вообще какие-то люди? Кроме этой украинской владели, которая там уже цвет нации ушел просто. На небеса. И не в скакании дело. А дело в том, что кто-то на этот момент, может быть, школу заканчивал. И ему в армию нужно было идти. А потом у них там АТО. И дальше вот это крупномасштабное вторжение. Целый пласт молодежи. А также, да, возможно, и всем военноспособным, военнообязанным мужчинам, да, в скором времени. Я не знаю, где вы там вычитали это, в двадцать девятом году или каком. Но все идет к тому, да, что, возможно, даже никому не удастся отсидеться. Поэтому вот эти все кудахтания, там, ждание врача, там, невозможность подождать этого, там, пять минут спокойно. Блин, нужно делать такую атмосферу, чтобы там уже давно обтекало просто, блин, с ушей всех людей, да. А там еще такая немка, типа, блин, она вряд ли работает. Это если речь пойдет о том случае, что произошел у врача, там, немка не дождалась услуги и ушла, развозмущалась, там. Или я насильно испугалась, что меня перед ней чуть не пропустили. Но я точно так же ждал сидел. В общем, есть такие люди, которые просто неугомонно, блин, им просто нравится это самое. Постоянно. 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 Водите все там и фамилии, знаете, и кто там, и там, и Ан, и Леон, и ой. Это по-типло. Для вашей жизни. Отлично, для вашей жизни. Что? Атомная война, но еще более-менее верно. А потом, что поздень. Поним. от этого результат не меняется и причины тоже первопричины не меняются если люди блин после второй мировой войны договорились о каких-то нормах что границы больше не будем расширять такими путями военными что аннексировать территорию мы не будем и никакие государства цивилизованное этим не занимались и против этих всех норм идет просто варварство то есть понятно московиты да это война плюс терроризм и вообще германия как кипящая бочка просто . с порохом если там половина сидят этих а и вешники потом исламистские террористы блин потом там еще есть и левые а правые вот я вот не понимаю вот украинские правые футбольные фанаты и правые они все пошли защищать родину они все как и азов защитники и герои заметьте никто не пошел в чужую страну обороняли свою и не защитили киев так что дело не в том за кого быть а дело в обыкновении человеческом желание жить и есть справедливость она выше чем происхождение так что поршана уклин до земли найкращим что видишь вы нас а так уж тем кто стоять так уж усим украинцем живут в таких умовах всем всеугольной краще добра и мира пока what's life и что жатам с это украинской фамилии это один так это когда это одну под больше ли вообще пойдут всего доброго вот вернувшись предыдущему разговору вот ваши же предки я имею ввиду немцев которые русскоязычные ваших же предков ссылали на целину таким образом укладывается в голове когда вы должны вроде бы знать что такое диктатура и что такое западный мир я не идеализирую запад это тоже рабство в модерном виде так далее просто по правилам а тут просто без правил правило сильнейшего приходят и забирают вот никто же не давал больше двух недель да и многие сами правы которые думали что им придется партизанскую войну возможно даже вот таким образом те люди которые соскочили из этого совка знают как там жить и их предки узнали на себе все прелести тоталитарных систем таким образом они по инерции прут за вот эту ганилую двуглавую ворону всем добра и мира вопрос не в том что они там что это значит для нас здесь живущих вопрос как мы будем жить здесь как мы будем обеспечивать этот уровень жизни эти права человека эти закон хотя бы даже такие такие неповоротливые в плане своей бюрократии вот этого всего что нужно просто слишком поздно и слишком мало людей отстреливают что происходит а также в принципе в лаптистане наверное все то же самое всем все равно на войну но в конечном итоге это все равно затронет всех даже если какой-то мир будет подписан единственный справедливый мир это если бы московия распалась бы на национальные государства первый отпадет татарстан у него есть нефть и деньги и там дальше паску якутии есть алмаз но так просто по-тихому и демократически это мы думали что было девяносто первом году а была же чечня потом м было я и себя в то время мне вообще не до новостей было время я не понимал почему взрослые смотрят новости а теперь сам отец всем родителям респект и привет добра и мира чистого неба над головой пускай сохраняться эти крышки крышу и домишки целыми под надежной защитой сильная а чтобы у хищников которые на это поподпиливались их аппетиты потому что защита жестко жесткий ответ а способны ли кто-то так ответить как украинцы потому что страх страх это нормально все люди боятся и этим он и пользуется этот террорист дубинкой атомный канал не коммерческий то есть и я это делаю не по какой-то там подсказки каких-то спецслужб или еще чего-то я просто это делаю так просто так ну а вы право дорожек на семье уже солны и образа импури просто люди наверняка там знают историю но только так немножко наглядно и скорее всего только ту ученую в школе когда-то в советском союзе а там много чего рассказывалось как бы однобоко как историю победителей пишет как известно куда что пролетает такая машина по мерседесам серии играет музыка типа вроде услышно вроде бы ну не русская немецкая вроде бы не радио ну какая-то какая-то такая завзятого и италия итальянская скорее всего потом уже ходил мимо гаража и уже из гаража было слышно какая музыка там играет там заиграл и вот эта палатка альтернатива для германии стояла что на районе не случайно вчера по моему смотрел репортаж там демонстрация именно немецкоправа и прям нападают бьют спт-шников все дела ну такие ярые рьяные как вроде бы как и заряженные как и наши были украинские которые пошли и потеряли свои жизни потеряли свои но пошли и стали на защиту там же есть и выпечки как вы себе это все представляете что допустим там украинцы подняли руки там армия сдалась и успокоились или допустим сейчас они заключат мир и успокоятся всем добра и мира и и Продолжение следует...